Субтитры делал DimaTorzok Самым выдающимся приобретением стал топовый в России тиран Джигон Ким Новые уроки школы виртуального спорта Сегодня вы узнаете о том, как улучшить рекорд на трассе в игре Трекмания И конечно вас ждет 1 четвертая финала онлайн чемпионата мира по Трекмания Нейшнс Среди сборных России и Нидерландов Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира Набирает свои обороты турнир по Counter-Strike Extreme Masters 27 ноября началась групповая стадия, в которой участвуют 24 команды из разных стран западного мира Накануне много-немало кубок Европы Цвета нашей страны защищают Virtus.pro и Forza Сложнее положение у последних Они оказались в группе с такими звездами европейского Counter-Strike Как датский Ноа, немецкий Мау Спортс и норвежский Мим Андетт из России, известный поедником Свифт, покинул команду Serious Gaming Причинами ухода послужили непонятки, возникшие с менеджером команды по вопросам зарплаты И такие факторы, как появление в лайнапе игроков Роттердам и Довак Киберспортсмены, особенно такие как Свифт, отлично показавшие себя на World Cyber Games Russia Не чужды здоровых амбиций и его покоробили слова тренера Посмотрим, куда Свифта занесет кривая в этот раз Навряд ли он надолго останется без Лема Сборная России по Старкрафту восполнила свои потери после ухода из ее состава четырех игроков Самым выдающимся приобретением стал топовый в России тиран Джигон Ким Известный под ником Lira Protect KR Напомним, что под флагами сборной России выступают теперь пять тиранов, шесть зергов и пять протасов Безусловно, с таким сильным составом мы сможем претендовать на верхние строчки рейтингов грядущих чемпионатов по Старкрафту Организаторы Лиги WC3L обнародовали квалификационную сетку своего тринадцатого по счету чемпионата Шестнадцать команд склеснутся за право обладать всего четырьмя квотами в финале Соревнования будут проводиться по системе Double Elimination, что безусловно снижает процент случайных побед Отечественным любителям киберспорта предлагается поболеть за российские команды Gravitas и Lyra Также нам будет небезинтересна судьба украинцев из NGT Первые матчи квалификации стартуют в начале декабря Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы поговорим о том, какой подход может поставить рекорд на трассе Подход к установке рекорда уровня World Top 10 несколько отличается от тренировки карты к турниру В последнем случае вам нужно показывать стабильно высокие, но не высшие результаты В то время как мировые рекорды с первого по десятые места могут отличаться лишь на сотые доли секунды Первый этап Для начала загрузите желаемую карту и откройте ее в режиме соло Так же, как и при тренировке карты к турниру, пройдите ее достаточное количество раз до конца Это позволит создать основу для последующего улучшения результатов Большой ошибкой является постоянный сброс игры при первом же столкновении После этого следует скачать реплей мирового рекорда И внимательно рассмотреть особенности прохождения трассы соперника Необходимо подметить различные тонкие приемы, помогающие выиграть время Второй этап После того, как вы освоили трассу, начинается главный этап Собственно, тренировка Которая заключается в ежедневном прохождении трассы в попытке улучшить рекорд Но тут существуют два подхода Первый Игрок соревнуется со своим рекордом, улучшая его до тех пор, пока он не станет удовлетворительным Второй Открывается реплей мирового рекорда и игрок пытается побить рекорд, видя по чекпоинтам отставание от графика оппонента С опытом вы поймете, какой из способов вам больше подходит И помните, что конкуренция очень велика, и побить рекорд на известной трассе так просто не удастся На этом все Мы виртуальная школа Учитесь на пятерке, пока бесплатно По машинам! Смотрите далее Последнее время в моду входят девайсы, выполненные из необычных материалов Например, из дерева И, конечно, вас ждет 1,4 финала онлайн-чемпионата мира по Trackmania Nations Среди сборных России и Нидерланд Представляем обзор киберспортивных девайсов Последнее время в моду входят девайсы, выполненные из необычных материалов Например, из дерева Образцом такого ноу-хау уступают клавиатуры из Японии Кайборд Ди Ай и Кит Вернее, клавиатурой этот набор станет только с вашей помощью Дело все в том, что клавиши тут представлены в виде заготовок Которые предлагается самостоятельно собрать и, если на то будет желание, раскрасить Компания Сайтек, известная своими заточенными под киберспорт девайсами Представила очередную новинку Это мышь-трансформер Киборг Помимо высокой чувствительности в 3200 ДПИ У нее есть уникальные особенности, с помощью которых вы сможете настроить мышь конкретно под свои нужды Для регулировки доступны Сила усилия, необходимого для нажатия колесика и даже длина девайса Он работает по принципу телескопа Мышь традиционно будет распространяться через магазины в сети TrendNet, знакомый многим киберспортсменам своими разработками в области сетевых технологий Представил на субпублике свой новый гигабитный маршрутизатор стандарта 802.11n Draft Он поддерживает передачу данных со скоростью до 300 мегабайт в секунду И таким образом решает проблему лагов при игре как в локальных сетях, так и по глобальной сети интернет С появлением Next-Gen Discipline, таких как Call of Duty 4, Quake Wars Enemy Territory и Unreal Tournament 3 Использование гигабитного маршрутизатора вполне оправданно Два Титана, Microsoft и Razer, объединили свои усилия для создания очередной идеальной мыши для геймеров В результате этого союза появилась боевая мышь Хабу Обладая традиционной для прогеймерской среды чувствительностью в 2000 ДПИ Хабу также имеет 7 программировых клавиш Две сменные панели для более удобного позиционирования в руке А также ультратонкое тефлоновое покрытие и основание для снижения сил трения при контакте с ковриком А теперь вам предстоит увидеть игру 1-4 финала онлайн-чемпионата мира по Trackmania Nations среди сборных В матче встречаются сборные России и Нидерландов В матче 1-8 финала российская сборная в тяжелом матче обыграла сборную Чехии В составе сборной Нидерландов много сильных игроков Самый заметный из них это 21-летний капитан сборной Фрик Ксено Малема Победитель ESWC 2007 года Сборную России представляет Сергей Клухту-Амилейхин в возраст 20 лет Участник крупнейших турниров по Trackmania Nations, таких как NC и STC Первая карта Начинается первый раунд Понимая всю ответственность ситуации, пилоты обеих команд сосредоточились, не допуская грубых ошибок При прохождении хитрого поворота одновременно ошибаются Гном и Рой Оба сильно отстают Вперед выходит Ксена, Зуз, а за голландцами вплотную следует Клухту На 46-й секунде заезда Зуз проходит чемпиона мира Клухту уступает втором месту буквально полкорпуса Но на финише впереди все-таки оказывается Ксена Раунд за сборной Нидерландов Первую часть матча пилоты нашей сборной никак не могли сконцентрироваться В результате постоянные ошибки и проигрыши заезда Таким образом счет дошел до 5-1 в пользу сборной Нидерландов После ободряющих слов капитана игроки собрались и выдали 5 побед подряд Счет стал 5-6 в пользу сборной России Начинается 12-й раунд на первой карте Уже в самом начале немного отстает молот, но быстро догоняет основную группу А вот Маттеус ошибается серьезнее и откатывается далеко назад В лидеры заезда выходят то Рой, то Ксена Но постепенно из-за их спин появляются Гном и Зуз, ведущие борьбу за победу Но тот самый поворот в середине трассы стал роковым для Зуза Он ошибается и отстает На этом проблемы у соперника нашей сборной не закончились Ошибается Рой, а уверенную победу одерживает Гном За ним финишировали Ксена, Скай и Инферно Победа в раунде и на карте со счетом 7-5 достается сборной России Вторая карта Начинается первый раунд на второй карте Вскоре в хитром повороте после прыжка ошибается Зуз Лидерство захватили Гном и Ромка Шло время, а наши пилоты все не отдавали лидерство, несмотря на постоянные атаки игроков сборной Нидерландов Но на 39-й секунде, коснувшись борта, отстает Гном И хотя впереди уверенно идет Ромка, следом за ним идут сразу три пилота соперников Расклад не в пользу нашей команды После некоторых усилий Дэвиду и Клухту удается навязать борьбу за четвертое место сопернику И после того, как Матеус и Рой грубо ошиблись в самом конце Наши пилоты во главе с Ромкой заняли первое, четвертое и пятое места Что позволило российской сборной выиграть в плотной борьбе за этот раунд Начинается третий раунд В самом начале трассы в очередной раз ошибается Матеус Ударяясь о выступ трассы Гном немного вырывается вперед, но сразу же отстает, коснувшись ограждения Впереди образовалась большая группа пилотов во главе с Зузом На 24-й секунде Молот врезается и полностью теряет скорость Впереди пилотона образовались две пары Скай Клухту и Зуз Дэвид Дэвиду удается пройти Зуза, но Клухту совершает помарку и отстает Первым на финиш приходит Скай, далее Дэвид Дуэллос, Клухту и Зуз Победа в раунде достается сборной Нидерландов После четвертого раунда у соперников появилось ощущение, что они смогут навязать борьбу Но пилоты российской команды собрались Выдали четыре победных раунда подряд и после восьмого раунда вели 6-2 Начинается девятый раунд Пилоты долго идут одной группой, но постепенно растягиваются по трассе Группу возглавляет Гном и Ромка А замыкают Дэвид и Маттеус В сложном повороте одновременно ошибаются Дуэллос и Маттеус В результате чего отстают Гном постепенно упрочивает свое лидерство А за второе место борются Зуз и Клухту На 54 секунде заезда, благодаря лучшему прохождению поворота, Рой обходит Клухту и выходит на второе место К финишу первым приезжает Гном За ним Рой, Клухту, Молот и Зуз Который пропустил двух российских пилотов из-за удара о столб Сборная России побеждает на второй карте со счетом 7-2 Общий счет встречи становится 14-7 Итак, наша сборная в очередной раз одержала победу и вышла в полуфинал Где встретятся со сборной Швеции Смотрите в следующий раз Все самое интересное из мира киберспорта Девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно же, новые соревнования между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин